Зимой в мороз Она не признает любых запретов А как же и что же говорили о музыке великие музыканты? Вот, например, послушайте, что говорит о музыке великий Людвиг ван Бетховен Музыка — это язык души, область чувств и вдохновений А Фридрих Ницше сказал так Без музыки жизнь была бы ошибка Толстой Лев Николаевич заметил Музыка — это высшее в мире искусство Цель музыки — трогать сердца Это сказал Иоганн Себастьян Бах Музыка способна оказывать известное воздействие на душу И на ее эстетическую сторону Сказал Аристотель Тайна музыки в том, что она находит неиссякаемый источник выражения В том, где речь умолкает Сказал сказочник Гоффман Слова иногда нужны музыке А музыке слова нет Это сказал Грик Ну и, конечно, раз мы из школы Петра Ильича Чайковского Конечно, скажу еще и его прекрасные слова Красота музыки, сказал Петр Ильич В простоте и в естественности Прежде чем поговорить об оркестре Конечно, мы представим инструменты Которыми играют ребятки нашей музыкальной школы Пока мы не научимся играть на своем любимом инструменте Об оркестре речи те не может И сегодня самые лучшие, самые яркие представители Каждой своего факультета Предстанут перед вами И начнем мы с ее величества Скрипки Представит нам ее Очаровательный, замечательный Уже многим известный, так как он выступал на этой сцене Павел Гурьянов Прошу, поприветствуем его Здравствуйте Меня зовут Гурьянов Павел Я учусь в первой музыкальной школе Имени Петра Ильича Чайковского Вы меня, наверное, спросите Почему я выбрал именно скрипку А не какую-нибудь другую гитару Балалайку, то же самое Да, действительно, почему? Потому что один раз Когда я еще в музыкальной школе не учился Я музыку совершенно не понимал Особенно всякие балеты, оперы И такое Ну, вот такое Один раз я просто пришел в консерваторию Мне было очень скучно Но как только я увидел, как играют скрипачи Я понял, я хочу так же Я хочу так же научиться играть И вот уже второй год Павел занимается в классе прекрасного преподавателя Сытиковой Наталья Альбертовна Мы видели с вами ее оркестр Мы приглашали этот оркестр к нам в университет И вот Павел ее ученик Что ты сыграешь нам, Паша? Сегодня я хочу вам сыграть пьесу Которая называется «Армянский танец» Вместе с моим другом Платоном Пожалуйста, прошу его поприветствовать У Платона сегодня дебют Итак, Феофилов Платон, барабаны А еще я смотрю, ты держишь папочку в руках Значит, ты что-то нам прочитаешь Паша, что-то ты хотел Меня зовут Платон На самом деле я занимаюсь аккордеоном Платошенька, подойди к микрофону А барабаном начал заниматься недавно В Африке барабан и человек считаются одним целым Также он читается своеобразным языком На котором говорят местные жители Вот так Я хочу вам рассказать и прочитать Замечательное стихотворение Бориса Захадера Про мой любимый инструмент Борис Захадер Борис Захадер Боится он, небось, мяча Да хоть бы он умел играть На своей скрипучке Играл бы, что ли, всякие Хорошенькие штучки А то он пилит целый день Одно и ту же дребедень Тили-пили, 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 тили Что он там пилит, наш сосед? Спрашиваю маму Он не пилит, был ответ А играет гамму Тут мама стала объяснять Что надо упражняться Что я бы чем мечи гонять Мог тоже позаняться Что без учения нипочем Не станешь даже скрипачом В общем, из-за этих гамм Сел я за уроки сам Я ему за эти гаммы Как-нибудь еще задам А на днях билет мне дали На концерт в колонном зале Был замечательный концерт Я не скучал нисколько Вдруг совсем уже в конце Выходит это только В костюмчике с воротничком Со скрипочкой и со смычком Я затрясся прямо Сейчас начнется гамма Давай скорее уходить Толкаю я соседа А то он как начнет зудить Не кончит до обеда Тише Сзади закричали Я и встать-то не успел Слушал Тихо стало в зале Кто-то слышал Вдруг запел Неужели это скрипка? Тут какая-то ошибка Я смотрю на сцену Нет, ошибки нету Там стоит со скрипкой Толя, мой сосед Играет, не боится А ведь кругом народ Скрипка словно птица Поет, поет, поет И вдруг она умолкла А зал загрохотал Я как крикнул Только Ну что ж ты перестал Сосед толкнул меня плечом Ты что, знаком со скрипачом? И я ответил старшеству Да мы же вместе с ним живем Домой нам было по пути Он дал мне скрипку понести Армянский танец Домой нам было по пути Играет музыка Играет музыка Вот так Спасибо, дорогие мальчики За очень интересный рассказ Мы верим, что вы любите свои инструменты Это действительно чувствуется Его Величество Флейту Представит нам Бородина Мария Меня зовут Маша Я учусь на отделении флейты Про нее я вам сегодня хотела бы рассказать Флейта — это самый древний Из найденных сейчас инструментов И самый древний флейте 45 тысяч лет Бывают флейты двух типов Продольные, на которых надо играть вот так вертикально И поперечные, на которых играют Когда держат горизонтально У меня как раз поперечная флейта Сначала их делали из костей животных И различных растений Но потом стали делать из металла И даже серебра и золота Флейта состоит в другой группе оркестра Группе духовых инструментов И обычно там 2-3 флейты Также бывают Не только такая флейта, как у меня Например, бывает флейта пиккола Которая играет очень высоко И басовая и альтовая флейта Которая, наоборот, играет очень низко Машенька, а что ты нам сыграешь сегодня? Я хочу сыграть вам Произведение Иоганна Себастьяна Баха Которое называется «Шутка» Шутка Баха АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Спасибо большое, Машенька. Подборные аплодисменты мы провожаем Машу со сцены. Маша учится в классе преподавателя Пушина Степана Сергеевича. О, доброе утро, Регина Ренатовна! К нам идет Регина Ренатовна со своей любимой Домрой и прекрасной ученицей Софии. Встречаем, друзья! Доброе утро, как уже сказала Евгения Владимировна. Так обычно я приветствую всех своих учеников и подписчиков в Инстаграм. И сегодня я расскажу вам про замечательный инструмент Домра. София, садись пока. Спасибо. Домра — это русский народный инструмент. Очень часто ее путают с Домброй. Но Домбра — это восточный инструмент, который чем-то напоминает Домру, но имеет совершенно другие корни. Домра — родственница балалайки. И Домра и балалайка обычно играют в народном оркестре. Если флейт и скрипка играют в симфоническом оркестре, то у Домбра и балалайка есть народный оркестр. Домра — относительно молодой инструмент. Она была очень популярна на Руси с XVI по XVIII век. Тогда на ней играли скоморохи. Вы знаете, кто такие скоморохи, ребята? Скоморохи — это такие веселые ребята, как сейчас говорят, есть стендаперы. Вот тогда были скоморохи. Они играли на музыкальных инструментах, пели песни. Но они чем-то стали неугодны церкви и царю. И тогда, в XVIII веке, был издан указ о запрете скоморошества. И тогда же были сожжены все музыкальные инструменты, на которых они играли. И Домра в том числе. Но русский люд не растерялся. И вместо Домра они стали играть на балалайке, на треугольной. Вот потом Домра пропала совсем с территории Руси. И в 1896 году музыкант Василий Васильевич Андреев обнаружил прототип Домры на чердаке у своей тети. И вот он подумал, а давай-ка я сделаю Домру и дам ей новую жизнь. И вот он возродил Домру, и так сейчас мы играем на такой Домре. У нее три струны, но бывают Домры и четырехструнные. На Домре играют медиатором. И сейчас вы услышите, как она звучит. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Браво! На Домре можно играть совершенно разную музыку. И академическую, классическую, и современную, и народную. И сейчас я для вас сыграю одну мелодию. Если вы ее узнаете, то поднимите руки после того, как ее услышите. КОНЕЦ Все хора вы сказали, конечно, мы узнали. И сейчас мы вместе с Софией сыграем еще одну очень популярную песню на Домре. Это народная песня «Калинка-малинка». КОНЕЦ 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 Рокетянская Регина Ринатовна со своей ученицей Сайфулиной Софией. С Региной Ринатовной мы сейчас вместе приводаем, ведем в нашем классе подготовительном. И сейчас ребятки, конечно, все хотят играть на Домре. И на нашем экзамене мы просто не знаем, что делать. Все выбирают этот инструмент. И это неудивительно. Я думаю, вы понимаете. Следующий инструмент. Поговори хоть ты со мной, подруга семиструнная. Угадали, о ком сейчас и о чем пойдет? Конечно, но только о шестиструнной гитаре. Сейчас нам расскажет Шарапов Данияр. Меня зовут Данияр. Я люблю музыку, люблю петь, играть на гитаре. Из всего многообразия музыкальных инструментов я выбрал именно гитару. Хотите узнать, почему? У каждого инструмента есть своя история. Послушайте историю гитары. Давным-давно в Древней Греции жил Орфей. Он был первым музыкантом на земле. Орфей пел песни, играл на кефаре. От кефары пришло название современного инструмента – гитара. Но внешне эти два инструмента совсем не похожи друг на друга. В переводе с арабского гитара – это кутюр, то есть четырехструнный. И действительно, у самой первой гитары было лишь четыре струны. Очень долго гитара обходилась лишь четырьмя струнами. А сколько струн на нашей гитаре? Правильно, шесть. Каждая струна имеет свое название. Первая – ми, вторая – си, третья – соль, четвертая – ре, пятая – ля и шестая – ми. В XIII веке музыканты-арабы завозят гитару в Испании. В этой стране гитара становится самым любимым музыкальным инструментом. В XVI веке испанцы прибавляют к четырем струнам пятую, и получается знакомый строй. Еще позже добавилась шестая струна. Именно такой строй нашел до наших дней. Строй называется испанским, а гитара – шестиструнная. У гитар есть ближайшая родственница, то есть инструмент, на котором играли до появления гитары. Это лютня. Лютня была любимым инструментом в домашнем музицировании. В знатных семьях считалось обязательным обучение игре на лютне. Представьте, что на лютне было аж целых 24 струны. Эти струны изготавливались из бычьих жил, и лютня постоянно расстраивалась. Прежде чем играть, музыкантам приходилось долго настраивать лютню. Гитара – струнный, щипковый музыкальный инструмент. Один из самых распространенных в мире. Применяется во многих стилях и направлениях музыки. Например, романс, блюз, кантри, джаз, рок. Я думаю, что вы все поняли, почему я выбрал именно гитару. Я полюбил гитару, так как на ней я могу не только исполнять классические произведения, но и играть и петь песни. Ее волшебные звуки приносят мне радость и умиротворяют меня, вдохновляют и восхищают. А когда мне удается осилить какое-нибудь сложное произведение, медленно, нота за нотой, соединяя все звуки в одно единое целое, я ощущаю себя победителем. Играть на гитаре – это значит постоянно учиться, делать что-то новое и развиваться. Большое спасибо, Деньер, за очень искренний и добрый рассказ. Сейчас сначала сыграет нам на гитаре Лиза Ильина. Поприветствуем ее, пожалуйста. Я вам сыграю произведение, которое называется «Любопытный». Его написал Александр Винницкий. Лиза Ильина. Лиза Ильина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Большое спасибо, Лизочка. И на сцене вновь Шарапов Данияр. Он тоже, конечно, хочет сыграть. Он столько вам рассказал про то, как он замечательно любит и знает свой инструмент. А вот теперь мы послушаем. Сегодня я исполню Алиманду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Большое спасибо. А сейчас будет необычный дуэт. Мы с вами уже послушали сегодня скрипку с барабаном. А вот сейчас на сцену выходит гитарист Осипов Владимир. Встречаем Володю. А вместе с ним идет балалайшник, наш прекрасный Миша Безденежных. Миша доверил мне рассказать о его прекрасном и любимом инструменте. И вот послушайте, что он просил меня рассказать. Балалайка. Сравнительно молодой русский народный музыкальный инструмент. Первые упоминания о нем относятся к середине 17 века. В то время балалайками активно пользовались скоморохи, профессиональные артисты и музыканты того времени. В каждой местности были свои разновидности балалайка. Где-то двухструнные, а где-то трехструнные. Количество ладов тоже различное. Пять или семь. Каждый исполнитель все делал для себя и под себя, свою балалайку. В конце 19 века Василий Андреев обобщил все балалайки и создал инструмент, внешним видом, с которым мы хорошо знакомы. Это характерная треугольная форма, гриф с ладовой системой и три струны. Играют на балалайке пальцем. Основной прием игры – это бряцание или пицциката. Услышать и увидеть балалайку сейчас чаще всего можно в профессиональных коллективах, оркестрах и ансамблях народных инструментов. Активно выступают солисты-виртуозы. Это Андрей Горбачев, Алексей Архиповский и народная артистка Татарстана Ольга Вайсбекер, которая, кстати говоря, еще работает в нашей музыкальной школе. А сейчас в исполнении дуэта наших прекрасных мальчиков мы услышим произведение, которое они объявят сами. А преподаватель у нашего Мишеньки, замечательный, прекрасный, любимый тоже нами всеми, и оркестр приходили к нам народных инструментов. Это, конечно же, наш Алексей Викторович Гришин. Что вы сыграете, мальчики? Евгений Баев. На ранчо. На ранчо. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладзи, браво! А сейчас Соберзянов Роберт загадает вам загадку про свой инструмент. В руки ты его берешь, то растянешь, то сожмешь. Если это повторять, начинает он играть. Сбоку клавиши ряды, чтобы петь на все лады. Не рояль и не тромбон. Это что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правильно! История аккордеона берет свое начало с Древнего Востока. У истока создания стояли великолепные мастера. Немецкий часовщик Христиан Бушман и чешский умелец Франтишек Кишнер. Самым известным аккордеонистом, изобретателем аккордеона был, конечно, венский органист Кирилл Дамиан. На сегодняшний день аккордеон – это, конечно, один из самых любимых инструментов. В большой дружной семье музыкальных инструментов каждый имеет свои, конечно же, особенности и свое уникальное звучание. Чем же отличается аккордеон? Аккордеон обладает изысканным, благозвучным тембром. Аккордеон вобрал в себя свойства разных музыкальных инструментов. По внешнему облику он напоминает баян. Совершенно верно. По конструкции – гармонь. А по клавиатуре – фортепиано. Вот сейчас мы с вами в этом убедимся. Мы много говорили сегодня про скомарохов, про петрушек. Вот сейчас как раз петрушка к нам и выйдет на сцену. Встречайте, дебютант, очаровательный первоклассник Набиуллин Ильяс. Представит свой потрясающий класс наша любимая, очаровательная, наш преподаватель Гениатульна Лариса Александровна. Все ребятки – это будут ее ученики. Поприветствуем петрушку еще раз. Роман Божилиц – петрушка. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вы слушали и слушали. И у нас есть такая возможность. Сейчас на сцену выходит Тимохин Михаил. Встречаем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Большое спасибо, Мишенька. Дорогие друзья, ну а теперь у меня к вам вопросы. Вот у нас были наши прекрасные инструменты. Представлены все ребята, когда освоили свой инструмент, непременно играют в наших оркестрах. Оркестры у нас разные. Симфонические, народные. Как мы уже говорили, да, сегодня джазовый. Оркестр, переводя с греческого, это, между прочим, в отечественном театре площадка для хора, а не так, как мы с вами привыкли думать, что это коллектив музыкантов. И вот сейчас на сцене прекрасный вокальный ансамбль нашей школы. Сегодня мы приглашаем взрослых ребят. Обычно увидели малышей. А вот сегодня посмотрите, кто к нам пришел. Когда-то они были малышами и тоже пели в наших компанеллах, во всех наших коллективах. А сейчас они занимаются у прекрасного преподавателя Ирины Сергеевны Брусовой. И они пришли сегодня малым составом, ансамблем Брио, который уже стал лауреатом международных конкурсов. И они исполняют нам очень красивую песню Игоря Крутого. Эта песня является гимном детского фестиваля «Новая волна». Встречаем, друзья. Все наши педагоги тоже играют и поются своими детьми. И вот на сцене сейчас... Музыка Музыка Это дивная страна Все века Принимала всех она, кто играет и поет. В ком всегда музыка живет. Мы такие разные, но одна у нас с тобой, она музыка. Мы такие разные, но помирит нас с тобой, она музыка. Самая прекрасная, самая волшебная страна музыка. Музыка 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 Грустная, веселая, легкая, серьезная. Каждому музыка своя. Бой, лето, дождь и бой. В море бой прямой, сердцем бой любой. Мы такие разные, но она у нас с тобой одна, музыка. Мы такие разные, но поверит нас с тобой одна, музыка. Самая прекрасная, самая волшебная страна, музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Мы такие разные, но поверит нас с тобой одна, музыка. Самая прекрасная, самая волшебная страна, музыка. Пой, лето, дождь и пой, в море бой прямой, сердцем бой любой. Пой, лето, дождь и пой, в море бой прямой, а сердцем бой любой. Большое спасибо, пожалуйста, не уходите ансамбль со сценой. Я хочу пригласить еще раз всех музыкантов на сцену, всех педагогов. Огромное спасибо. Большое вам спасибо. Теперь мы знаем, как создается оркестр, как вы поете. Мы вам очень благодарны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин